Всем привет! Здравствуйте! Сегодня мы играем в настольную игру прогресс. Это экономическая стратегия на развитие своей цивилизации. А свою цивилизацию мы будем развивать с помощью технологий. Разработчики решили назвать свою игру карточной. Хотя здесь есть компоненты и другие. Но в основном движок весь закручен на картах. Это и есть технология. В процессе игры мы будем открывать технологии. Они нам будут приносить бонусы, победные очки. Ради победных очков, Наталья, мы с тобой будем и стараться. Кто умело будет разрабатывать технологии в трех эпохах, тот и победит в конце игры. Как обычно, Наталья играет за красных, я играю за желтых. Ну что, пробежимся по раскладочке. Как обычно, у нас будет три эпохи в игре. Постепенно мы будем перепрыгивать с первой на вторую. Первая у нас это древняя эпоха, античная. Вторая у нас средневековье. И третья это уже эпоха возрождения, там где уже промышленность будет появляться и все. Остальное. Разработчики советуют в начале игры изучить дерево технологии. Мы играем, сразу скажу, без дополнений и в ускоренную игру. Ну, вы поймете механику, а зачем еще больше? Для летсплея, я думаю, это достаточно. Изучить технологии, чтобы уже потом строить свою стратегию. Потому что изобретая, допустим, технологию более низшего уровня, тебе все последующие технологии становятся дешевле в разработке. А тут за разработку придется платить знаниями. Не так все просто. Да? Ну, Наталья, мы с тобой более-менее изучили? Изучили. Пока они нам, эти планшеты, не нужны. Для начала, наверное, я расскажу про сами карты. Потому что это главный компонент. Это технологии. Из чего они состоят. Первое. Это название технологии. В первой эпохе вот мне попался мост под названием. Когда мы открываем эту технологию, мы получаем плюшки, которые изображены с левой стороны. Здесь, может, изображены знания, которые мы получим. А знания – это местная валюта. Они здесь в виде вот таких вот тайлов квадратных. У нас три вида знаний. Это у нас, получается, научные, культурные и технические знания. Для техники. А также есть Джокер. Вот такая вот профиль головы с лампочкой. Это Джокер. Он может заменить любой из этих тайлов. При оплате разработка, открытие технологии. Нам эти знания пригодятся. В начале игры, конечно, у нас знаний этих не будет. Мы будем их получать тоже за открытие. Вот, кстати, за открытие моста, кто откроет, тот получит. Один жетончик Джокера, как бы, любой, любого знания. Жетон любого знания. Ну, все подробно мы, конечно, расскажем. И победное очко. Да. Это еще только один из способов получать знания. Тут есть еще второй способ. Я потом про него расскажу. Дальше. Ну, как я уже, вот в верхнем левом углу. Тут шестеренка. Потому что у нас три вида технологии. Это знания, наука и культура. Дальше, внизу, цена, которую должен игрок заплатить. Отдать только виртуальных знаний. Здесь знания виртуальные. Ты, в принципе, как бы ничего не получаешь, не отдаешь. Но я потом расскажу механику. Ты должен отдать пять знаний техники. Шестеренка. За открытие этого моста. Или сделать это открытие бесплатно, если у тебя есть уже каменная кладка. В игре есть понятие, предшествующие технологии. Открыв до этого каменную кладку, мост будет тебе открыт бесплатно. Ничего не стоит. А вот в нижнем левом углу это и есть знания. Знания можно получить. Это местная валюта. Мы должны ее платить за открытие технологии. Двумя способами. Первый способ я уже показал. У нас будут накапливаться эти жетончики. Да, разные. Жетоны знаний. Мы будем их получать за открытие. И если мы будем переворачивать, мы будем оплачивать открытие технологий. Жетончики эти будут всегда оставаться у нас. Потом в конце хода они опять на цветную сторону переворачиваются и остаются у игрока. Второй способ получить знания это сбрасывать карты. На руках у нас будут карты. Допустим, если я хочу открыть мост и у меня нет каменной кладки, я должен заплатить 5 знаний техники. Или отдать джокерам. Так вот, все карты имеют джокерное знание. Например, у меня вот в руке есть карта, я хочу открыть мост, а у меня на руках еще пока нету этих никаких жетонов. Я могу сбросить на то количество 5 любых карт. В сумме, чтобы эти карты давали 5 знаний. Я сбрасываю карту руки, чтобы набрать количество знаний, которое требуется. Я сбрасываю 2, плюс 1, плюс 1, плюс 1. 4 карты сбрасываю и оплачиваю строительство моста. Эти карты уходят в сброс, потом они будут крутиться, опять попадать к нам, конечно, в руку. И оплачиваю эту технологию. В процессе игры мы, конечно, расскажем. Это одна из главных механик оплаты. Все, понятно. Знания можно получить здесь двумя способами. Или с помощью жетонов, или с помощью сбрасывания карт и получения этих знаний. Так, про основной компонент в игре я рассказал. Какой еще интересный момент есть в этой игре? В процессе игры мы будем прокачивать навыки. Всего их 7 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Каждый игрок получает вот по такому планшету. Специальные дырочки. В эти дырочки у нас кладутся кубики. В процессе игры ты не сможешь случайно задеть рукавом. И снести всю свою стратегию, чтобы потом не переигрывать. Придумали хорошо. Придумали хорошо, но перемещать плохо. Но зато они никуда не упадут. Так, расскажу сначала про навыки, которые будут расти в процессе игры. Первый навык. Он называется действие. И вот такой крестик изображен. В начале игры по умолчанию каждый игрок может выполнить по 2 действия. Про действия я потом тоже расскажу. Тут 5 видов действий, которые может выполнить игрок. В основном они на открытии технологий, на добор карт в руку. Очень простые действия. Прокачивай, пожалуйста, этот навык. И к концу игры ты сможешь выполнять 5 действий за свой ход. Что не очень плохо. Конечно. Дальше. Есть навык предела руки. В конце хода мы будем обязательно сбрасывать с руки лишние карты. И вот предел руки в начале игры у каждого игрока 5 карт. Должно не больше 5 карт остаться. Меньше можно. Прокачивай этот навык. Ты сможешь в руке в конце своего хода держать до 8 карт. Дальше. Добор. Это навык, который позволяет тебе добирать карты в руку. Ну и здесь 3 навыка, которые позволяют делать какой-то добор. Ну по разной, конечно, механике. Вот обычный добор. Ты по умолчанию в начале игры каждый игрок сможет добрать 3 карты. Ну в начале, конечно, только с эпохи, с первой эпохи. Пока мы еще не перешли во вторую. Ты добираешь на руку 3 карты. И на этом твой ход заканчивается. Именно действие добора карт, просто добора, можно делать только с самым последним действием в своем ходу. Если у тебя в начале игры два действия, то если ты первым действием выполняешь добор, на этом твой ход заканчивается. Следующее. Есть еще перетасовка. У нас в процессе игры будет формироваться колода сброса. Куда мы будем сбрасывать, как мы считаем, ненужные технологии. Так вот здесь, в этой игре сброс играет немаловажную роль. И все доборы, которые практически есть в игре, можно брать как из колоды, так и из стопки сброса. Стопку сброса можно будет в процессе игры просматривать, но брать только сверху. Так вот, перетасовка позволяет тебе замешать сброс обратно в колоду и взять верхнюю карту себе. Прокачивай перетасовку, и ты сможешь 4 перетасовки сделать за одно твое действие. Представляешь, ты можешь перетасовать несколько колод, а можешь одну и ту же. Один раз перетасовать, если у тебя будет эта технология, представляешь, прокачена до 4. Ты можешь один раз ее перетасовать и сразу 4 карты взять сверху. А так, в начале игры, пока у тебя только 1 перетасовка, ты один раз перетасовал и только одну карту себе взял. Понятно, это навык тоже на добор карт в руку. Следующий, добор и сброс, тоже навык на добор карт в руку. В начале игры ты добираешь одну карту, через дробь 0 должен сбросить. А можно прокачаться до 5 карт. 5 карт берешь в руку, а только одну сбрасываешь. Это тоже навык на добор карт в руку. Прокачивать его даже очень интересно. И чем больше у тебя на руках карт, тем лучше. Во-первых, у тебя более широкая возможность, выбор. Выбор больше, и тем более ты сможешь оплачивать. Оплачивать, сбрасывая карты и оплачивать технологии. Ну, можно назвать, что это и деньги, правда, что ты оплачиваешь. А я же говорю, что здесь знания, это местная валюта. Да, валюта как бы. Ты технологии оплачиваешь знаниями. Все очень логично. Так, дальше. Помимо того, что мы будем открывать технологии, сразу получать от них бонусы. Здесь можно технологию поставить в длительную как бы разработку. Отправить технологию на исследование. На нее кладутся специальные кубики черного цвета. Вначале их 4 штучки. И только через 4 хода ты сможешь получить ту технологию и получить от нее бонусы. Который у тебя лежит в исследовании, в разработке. Но платить у тебя уже за нее не придется никакими знаниями. Да, и вот этот навык разработка, оно тебе позволяет разрабатывать несколько карт. В начале игры по умолчанию ты на разработку сможешь отправить только одну карту. Но можно прокачаться до 4 карт. Представляешь, ты до 4 карт отправляешь в исследование. Потом через 4 хода, а может быть и меньше. Потому что эти кубики тоже прокачиваются. Ты сможешь получать на халяву технологии. А вот это последнее исследование. Это и есть сколько кубиков надо класть на карту, которая еще в разработке. На карту технологии, которая в разработке. Они уменьшаются. И можно прокачать до 2. Ты только 2 кубика. Значит, ты через 2 раунда получишь эту технологию. Не платя за нее знаниями. Знания это местная валюта. Так, ну что, вроде по навыкам пробежались. Да, в начале игры у нас доступна только первая эпоха. И чтобы перейти во вторую эпоху, мы должны сыграть, один из игроков должен сыграть технологию. Она тут не одна. Где нарисована римская цифра 2. Вот, допустим. Все вооборот. Называется технология. Если ее игрок играет, открывает перед собой. Вот тут римская двоечка, мы имеем право брать уже технологии со второй эпохи. А во второй эпохе и бонусы покруче. И победных очков они больше дают. Да. А также во второй эпохе мы найдем технологии с римской цифрой 3. Тогда мы сможем перейти уже в третью эпоху. А вот как выйдет карта технологий с римской четверкой, игра моментально заканчивается, мы подсчитываем победные очки, Наталья. Как здесь можно заработать победные очки? Во-первых, у нас есть планшет могущества. Здесь три трека. Трек престижа, трек населения и трек армии. Да. И постепенно, открывая технологии, нам будут даваться бонусы, которые будут продвигать наши кубики по этим трекам. Ну, желательно быть первым во всех треках, тем больше ты победных очков. Тут не обязательно дойти до конца, да? Тут не обязательно. Надо быть первым. Здесь даются победные очки за первенство, больше победных очков. Дается за второе место, дается за третье, за четвертое. Понятно. Всего в эту игру можно играть от одного до пяти игроков. Тут есть сольный режим такой неплохой. Надо, кстати, попробовать, да? А также можно пятером. Но я не советую играть в нее пятером, потому что здесь очень большой даунтайм между ходами. Это такие шахматы, где надо подумать и сделать свой ход. Некоторым игрокам это может не понравиться. Так что играйте вдвоем, максимум втроем. В эту игру больше не надо. Надо долго думать. Это такой карточный пассианс без взаимодействия между игроками. Каждый в своей песочнице будет разрабатывать технологии. Ну, от этого можно получить удовольствие. Нет, интересно, конечно. Ну, из чего состоит ход игрока? Каждого. Каждый игрок будет отыгрывать три фазы и будет ход переходить к следующему игроку по часовой стрелке. Первая фаза – это разработка. Это когда, если у нас есть карты в разработке, мы будем снимать по одному черному кубику с него. Я все это покажу, расскажу. Вторая фаза, самая длинная – это фаза действий, когда мы будем выполнять действия. Вначале мы по два действия каждый игрок сможет сделать. И третья фаза – это фаза обновления, когда мы будем проверять, сколько у нас карт в конце игры осталось. Потому что у нас есть предел карт. Вначале по пять карт проверять. И переворачивать свои жетончики знаний назад, с серой стороны опять на цветную. Да. Ну, все по порядку. Чтоб начать играть, я расскажу, какие можно действия сделать. Всего пять действий, которые может выполнить игрок. Есть специальные подсказочки вот такие. Даются каждому игроку. На одной стороне тут действия, пять штук, которые может выполнить игрок. И на другой здесь все расписаны технологии. Ну, про них я уже рассказал. Навыки, навыки. Ой. И на другой стороне навыки. Да, семь навыков. Я иногда их путаю с технологиями. Да, это семь навыков. Вот они тут все хорошо расписаны. Вот какие можно делать действия. Ну, первое, самое интересное действие, это открыть технологию. Ты с руки, когда у тебя есть карта. Кстати, в начале игры первый игрок. Давай сразу получим. Ну, давай, давай. Я перетасую. Первый игрок получает пять карт. Ну, мы играем вдвоем. При игре вдвоем. Раз, два, три, четыре, пять. Второй на одну карту больше. Шесть. С первой эпохи, конечно, мы берем. И как-то так... Вторая и третья нам еще пока недоступна. Первое действие, которое может выполнить игрок, это называется открытие. Ты играешь карту перед собой, какую ты считаешь нужным, и платишь за нее в банк знаниями, которые вот нарисованы в этой части карты. Допустим, если я хочу открыть гончарное дело, я должен заплатить два знания техники. В начале игры у меня нет этих жетонов, я не смогу с ними расплачиваться. У меня только есть второй вариант. Сбросить карты с руки. Я сбрасываю на сумму два знания. Ну, тут же не обязательно, чтобы я с шестеренкой сбросил. Все карты, это и есть джокеры. А вот голова с лампочкой, она подходит под любое знание. Я сбрасываю два знания, и у меня гончарное дело готово. Я получаю плюшки от него. Все порублю. Да, я передвигаюсь на одно деление в армии, и плюс получаю навсегда жетон знаний с шестеренкой. Второе действие, которое может сделать игрок, это отправить карту с руки на исследование. Платить за это не надо. Ну, ее надо ложить отдельно от активной игровой зоны, там, где уже открытые технологии. Вот будем рядышком, чтобы их не перепутать, и на нее кладутся кубика столько, сколько указано в твоем навыке исследования. Четыре кубика я кладу наверх. И потом, в первой фазе, я буду каждый свой ход по одному кубику снимать. Когда я сниму последний, у меня вот эта поэзия превратится в активную технологию, и я получу потом все плюшки, которые она дает. Так, получается, два действия, которые может выполнить игрок, это чисто связано с картами, с технологиями. Остальные три действия, которые может выполнить игрок, это чисто на добор карт. Да. Так, перетасовка и добор. Да, это когда ты сброс тасуешь вместе с колодой, и сверху берешь одну карту. И все, на руку. И ты одно действие выполнил. Еще одно интересное, это я уже про три действия рассказал. Четвертое действие, которое может выполнить игрок, это добор и сброс. Да? Это мы всегда смотрим на эту технологию добора и сброса. Добор и сброса. В начале игры я могу взять одну карту, сбросить ноль. Я тоже беру одну карту. Карты, кстати, можно брать как из колоды, как и со сброса. Я уже об этом говорил. Да. На руку. Все, ноль сбрасываю. Все, действие закончено. И последнее действие, это добор. Добор. Смотрим на свой навык. Навык добора. У меня три карты. Я беру три карты или со стопки сброса и со основной колоды, и на этом мой ход заканчивается. Вот именно это действие добора можно делать только самым последним в своем ходу. Все понятно? Вот, логично. Так, начинается игра, как я уже говорил, с трех фаз состоит. Каждый ход игрока состоит из трех фаз. Первая фаза разработки. Но у нас нет карт в разработке, мы эту фазу пропускаем. Пропускаем. Вторая фаза, это фаза действий. Я смотрю на свой навык действий. Я могу выполнить только два действия из этих пяти, про которые я рассказывал. Так, смотрю карты. Я могу тут что-нибудь построить. А почему бы я не построил гончарное дело? Ну, в смысле, не построил, а открыл технологию. Я выбираю действие открытия. Я должен за него заплатить. Двумя знаниями техники. Ну, в начале игры у меня нет жетонов. Техники ради? Да, шестеренка это техника. А, это шестеренка. Потом такой атом нарисованный. Это наука. И где вот колонна, изображена эта культура. Так, ну я плачу картами. А карты все джокерные. Я должен сбросить две карты с единичками, желательно. А вот что мне сбросить? Что я считаю, пока мне недоступно. Крутое. Так, вот. Я добычу руду и мост сбрасываю. И формируется у нас колода сброса. Гончарное дело открыто. Я получаю все бонусы, которые дает эта карта. Я получаю шестеренку. Это можно будет оплачивать. Это местная валюта. Это уже твои денежки. И плюс я передвигаю, шлем нарисован. Вот. А, может на нуля. На нуле все стоят. На нуле в начале игры. Я передвигаюсь в шкале армии. На единичку. Здесь я уже первый, видишь. Если бы сейчас закончилась игра, я бы получил 12 победных очков. А ты 7. Помечтай, помечтай. Это я только одно действие выбрал. А у меня два действия могу. Я могу опять выбрать открытие. Запросто. А почему бы и нет. Если тебе еще платить. Могу выбрать какое-то другое, поставить на исследование карточку. А вот я и открою. Письменность. Письменность стоит одно знание научное. Здесь вот такой атом изображен. Одно научное знание. К сожалению, у меня это техническое знание. А мне показалось. Значит, я сбрасываю карту с руки. Есть ведь второй способ. Я единичку сбрасываю. И у меня письменность готова. Получай бонус. Письменность. Получаю бонус. Я прокачиваю себе умение добора и сброса. Теперь я смогу брать две карты, а сбрасывать только одну. И мы будем формировать у себя активную зону. Кстати, здесь очень много места надо, чтобы играть в эту игру. Потом подвинем немножко. Так кажется пока. У нас будет три стопки. Первая это техника, где шестеренка. Вторая это вот атом научное и культурное. Все технологии мы будем вот таким вот способом потом складывать. Ну что, Наталья, все. Мое действие закончено. Ход переходит к тебе. Я два действия выполнил. Первая фаза пропускается, потому что у тебя нет тоже карт в разработке. Вторая фаза. Ты имеешь право выполнить два действия. Вот я и отправлю в разработку свою технологию медицину. Наталья выбирает действие исследования. Она не хочет сразу открывать технологию. Хитро поступает. Иду в исследование. Разработка у меня может только быть одна. Одна карта. Да. Смотрим навыки. В разработке у тебя может быть одна карта. Можно прокачать до четырех карт. Четыре кубика ты кладешь на нее. Четыре. Это твое одно действие. Одно действие. Второе действие. Ну я вот так решила открыть технологию по технике. Колесо. Изобрели мои предки. Скажу сразу. Хорошая технология. Колесо. Да. Но она стоит трех знаний. Да. Технических. Технических вот этих вот штучек у меня нету. Значит сбрасывай карты. Будешь картами своими платить. Каждая карта у меня. Это второй способ получения знаний. По одному рублю. По одному знанию. Какое ж не жалко тут отправить. Ну вот пока эти дорогие. Наверное. Их отправлю три. Жалко. В сброс. Хорошие карты все. Ну ничего не делаю. Так как тут карты можно брать как из колоды, так и со сброса. Игрок перед тем, как сбросить карты, может их в определенном порядке положить. Ну. Если ты считаешь, что тебе... Потому что колоду можно просматривать, но брать только сверху колоды. Ну колоду сброса можно только просматривать. Да. Обычную колоду нельзя. Все. Два действия закончила. Ход переходит ко мне. Тебе. У меня в разработке нет. Первую фазу пропускаю. А вторая фаза я выполняю два действия. На руках у меня карты не осталось. Значит мне надо выбирать действия только связанные с добором. Так. У меня прокачан добор и сброс. Немножко. Я две карты могу взять. Одну сбросить. Смотри как красиво. Математика лежит. И требует она письменности. Предшествующая технология. А у тебя есть. То была письменность. Да. Значит я беру добор и сброс. Две карты беру. Я могу взять одну карту отсюда. А одну вот беру закрытую. Потому что все равно я должен сейчас как бы одну. сбросить. Каменную кладку я сбрасываю. И вторым своим действием. Мост. Мост ты сбросил. Мост. Мост. Да. Мост я сбросил. Вот вторым своим действием я наверное выберу карту добора. Добора. Интересно. Вот добрать мне. Откуда. Откуда. Ай. Доберу сверху. Добрать я смогу только три карты. Согласно моего навыка. Да. Пока. Все. Это считается добор. Это вторым действием. Добор можно делать только последним действием в своем ходу. Наталья. Ход переходит к тебе. Первое. Не прозевай первую фазу. Наталья. Договор. Наталья. Мы всегда можем пропустить первую фазу. У тебя же уже есть карта в разработке. Мы всегда пропускаем. Один кубик я сбрасываю. Да. Ты со своей карты, которая в разработке сбрасываешь один кубик, которая приближает тебя к открытию. Слушай, так я же бонусы. Ты все свои бонусы сработал. Я же бонусы не сработала. Сижу. Рот раскрыла. А ты открыла колесо и не получила ни одного бонуса за него. Да. Я в разработку пришла. Чего страшного. И догнала тебя в армии. И в конце игры ты получишь одно победное очко. Вот это значок победных очков. Наталья, если пропустишь, это будет твоя вина. Конечно. Все. Да. Все. Ты первую фазу отыграла, сбросила кубик. Теперь у тебя два действия. Да, два действия. Хорошо еще вовремя оттумалась. Так. Я выбираю добор-всброс. Ну, одну карту берешь, ноль сбрасываешь. У тебя так. Да, ноль сбрасываю. Наталья, ты теперь можешь в разработку две карты посылать. Не забывай. Ты прокачала разработку. Вот. Ты сюда можешь две карты отправлять. Отправить вторую карту. Ну, я выбираю добор действия. Второе добор. И беру три карты. Раз, два, три. На этом мои действия закончились. Расскажу. На твои действия закончились. Пока не началось мое действие, расскажу нюанс. Иногда, чтобы оплатить открытие технологий, мы должны заплатить или знаниями, или чтобы были открыты предшествующие технологии. Так вот, если карта находится даже не открыто, а находится в исследовании, в разработке технологии, она все равно может считаться предшествующей. Ее можно использовать для открытия технологий. Я уже как бы... Вот ты свою медицину, да, медицину. Начала разрабатывать. Можешь использовать для открытия других карт. Как бы ты уже начал разрабатывать, ты уже что-то в медицине шаришь. Да. Уже что-то немножко. Так по правилам игры. Уже что-то соображаешь. Так, ход переходит ко мне. Слушай, Наталья, мне надо в разработку запустить какую-нибудь крутую карту. Ну, первым действием я, конечно, открою математику, пока я не забыл. Математика мне открывается бесплатно, потому что она требует письменности, а письменность у меня уже открыта, Наталья. Я не трачу знания. И плюс я прокачиваю, только один бонус дает математика. Я прокачиваю свой навык пределы руки. Теперь у меня предел 6 карт на руке. У меня остается второе действие. А вот сейчас вторым действием я запущу, наверное, что-то в разработку. А может не запускать? А нет, запущу, пускай оно делается. Вторым действием добыча руды. 4 кубика кладу на добычу руды. Через 4 хода она у меня должна разработаться. Моё же действие закончилось. Закончилось. Вот переходит к вам. Первая фаза, фаза разработки. Наталья, пока ещё в действие не входи. У тебя ещё фаза разработки. Ой, снимаю разработку свою. Не забывай снимать кубик, а то ты эту медицину до конца игры не разработаешь. Ну, хочу открыть технологию, музыкальные инструменты, в культуру пойду. Молодец. А теперь доказывай, что ты можешь её открыть. Ну, у меня нету, конечно, жетона культуры, чтобы замерзнуть. Это, наверное, самое дешёвое. Музыкальные инструменты, самое дешёвое. Только одно культурное знание нужно для открытия. Или плати картами. Я плачу картой. У меня второе колесо вышло. Два колеса я не могу открыть. Вот, молодец, Наталья. Здесь есть нюанс в игре. Технологии-то могут попасться одинаково. Но один игрок не может открыть сразу две одинаковые технологии. Кстати, за этим надо следить. То у нас тоже были ошибки. Мы иногда открывали одни и те же технологии. Ну, когда их куча... Я могу открыть колесо и ты. Но один игрок не может две одинаковые технологии открыть. Это закон. Ну и получаю бонус. Так, жетон культуры ты получаешь. И продвигаешь население. Неплохо. Это моё одно. Действие. Ой, подожди. Да, одно действие. Это я открыла музыкальные инструменты. Колесо ты же на прошлом ходу открыл. Теперь я хочу ещё одно открыть. Я хочу открыть письменность. Это наука. Вот ещё легко в игре запутаться вот с этими действиями. Да, да. Это ещё хорошо. В начале игры мы только по два действия делаем. А когда будет четыре? Наука для... Доказывай, что ты можешь её построить. Письменности у меня нет. Значит, плати два жетона науки. Знания. У тебя нет жетонов. Значит, сбрасывай карты. Второй способ. У меня карта... Работает. С двоечкой. С двоечкой Джокера. С двумя знаниями. Или, как это сказать... Монетеизм. Два рубля. Уходит в сброс. Уходит в сброс. Всё, разрешаю получить бонус. Бонус у меня жетончик. Жетон науки. Это науки. Жетоны остаются навсегда. Ими можно оплачивать. Карты, как я уже говорю, только переворачивать на серую сторону. Ну, так сыграло. Ну, неплохо. У тебя три технологии, у меня три. И ход переходит ко мне. В первой фазе всегда снимаем один кубик. С каждой карты. Потом, может, карт будет несколько. Я построю календарь. Что-то у нас... У меня как-то игра идёт. Научная технология. И строю бесплатно, потому что математика у меня уже есть. У тебя прошло, видишь, одно за одним. Получаю знание козырь, который заменит мне все остальные. Лампочка на тебя светит. И передвигаюсь... Вот шапка такая королевская. Это престижа. Трек престижа. Передвигаюсь на одну ячейку. Это моё одно действие только, да? Да. А что вторым-то действием? Добираю на руку. Добора. Добор выбираю. Добор у меня три карты, не больше. Всё. Лимит у меня шесть карт даже может быть. Так что мой ход закончен. Наталья, сбрасывай черный кубик, не забывай. Черный кубик. И погнала. Два действия у тебя. И погнала. Ну что ж, надо карты набирать. Беру добор-сброс. Одну карту. И ноль сбрасываешь, да, у тебя? Да, ноль сбрасываешь. И добираю три карты. Одна, два, три. Ты все свои действия потратила на добор как бы. Ну да. Да? Вот переходишь ко мне. Да, чтобы было чем работать. Ура! Так, сбрасываю черный кубик. У меня два действия. Первым действием, Наталья, я открываю земледелие. Это технология такая техническая. Ну, стоит она только одно знание. Наталья, видишь, у меня теперь есть жетончик. Мне не обязательно сбрасывать с руки карту, чтобы оплатить открытие земледелия. Я просто его переворачиваю. Да? Тут нужна одна шестеренка, пожалуйста. Одну шестеренку я перевернул. Также я мог перевернуть и козырь. Козырь. Одну шестеренку. Но у меня остается еще одно действие. А, подожди, дай-ка я плюшки получу. Не забывай. Так, я прокачиваю разработку. Вот! Теперь в разработке у меня могут находиться две карты. И плюс передвигаюсь по населению. Вот это хорошо. А вот сейчас я в разработку запулю вторую карту. Что я считаю нужным? Может быть, каменную кладку запустись в разработку? Сколько у меня еще? Четыре кубика? Четыре кубика. Все, я два действия выполнил. Ход переходит к тебе. У меня каменная кладка есть. Наталья, ты не спеши в действие. Снимай кубик, потому что сейчас у тебя стратегия поменяется. Видишь, последний кубик пропал. Значит, эта карта перемещается в активную зону. Она становится активной технологией. И ты получаешь все бонусы, которые дает медицина. Так, ты перемещаешься, уходишь вперед по треку населения. И в конце игры ты получишь одно победное очко. Это не считается заход. Это не считается, да? Сейчас у тебя еще есть два полноценных действия твоих. Вот отправлю в разработку. Я так думаю, вот в разработке вообще должны места не пустовать. А может даже вот эту технологию поэзии я вкладываю в разработку. И с четырьмя черными кубиками. И она у меня будет разрабатываться. Не забывай, что у тебя уже прокачан немножко этот навык. Ты можешь две карты отправить. Я могу и две отправить, но это будет за действие. Если бы за одно действие я сразу два могла отправить. Вторая карта, это будет второе действие. Каменная кладка, мне нужно знание, техники. А у меня их нету, жетонов техники. Значит, я отдаю на сумму три. Отдавай карты. Три карты. Это у меня два рубля стоят. Два плюс один. А вторая? Все, ты расплатилась. Расплатилась. Теперь я могу получить бонусы. Я перехожу на троечку. Здесь я уже могу. Ты прокачиваешь, называй какую-то технологию. Я прокачиваю исследование, технологию. Теперь тебе только по три кубика надо будет класть наверх. Не, это навык, навык. Навык, да. Навык исследования. И вот он у меня уже... Ну, там ТО-4 остается. ТО-4 остается. И что еще у меня здесь? И население появляется. Слушай, ты от меня население убегаешь. Это очень плохо. Надо мне менять стратегию как-то, что-то думать. Ой, слушай, я ж не ту отдала. Зачем мне второе музыкальное инструмент? Правильно. Все, ход переходит ко мне. Сбрасываю по одному кубику. Не забывайте, блин, сбрасывать эти кубики. И теперь у меня два полноценных действия. Ой, хорошо, что ты еще за мной следишь. Я беру две карты. Я выбираю действия добора и сброс, Наталья, да? Угу. И могу брать со сброса. Вот это мне хорошо. Наверное, эту сброшу. Когда ты набираешь, выбираешь это действие, добор и сброс, да? Ты не обязательно должен сбросить с тех карт, которые ты добрала, а те, которые у тебя на руке находятся. Это разрешается. Поэтому это и выгодно. Да. Сбрасываешь то, что не нужно, а не то, что взял. Ну, надо мне в культуру идти. Вторым действием я выбираю музыкальные инструменты. Стоит всего лишь одно знание культурное. Но я плачу за него Джокера. Переворачиваю Джокер. Карту сбрасываю. Бонусы. Так, музыкальные инструменты. Ух ты! Они дают навсегда жетон культуры, знаний. И плюс я тебя пытаюсь догнать в населении. Догоняй. Ну, это было мое второе действие. Больше двух я пока не могу действию выполнять. Плохо, что не можем добирать карты, правда, в первом действии. Вот в чем хитро с разработчики. Просто добор и взять там какой-то крестак. Ну, ну, да. А вот мучиться с добором и сбросом, с перетасовкой, вот почему-то никто перетасовку не выбирает. Видим, что выбрасывается вроде бы как и только начало игры. Так, мой ход, да? Сбрасываю черный хубик. И погнала два действия. Бомби. Погнала два действия. Выбираю действия. Добор, сброс. Ну, это как бы беру одну карту. Беру одну карту. И второе действие. Последнее. И второе действие. Вот у меня очень хорошо получается построить. У меня потом будет три действия. Я, наверное, построю. Смотри, как у меня получается. У меня есть музыкальные инструменты. Значит, два жетона культуры я не плачу. Да. У меня есть музыкальные инструменты. Но мне надо заплатить два жетона науки. У меня есть один жетон науки. У тебя остается только один. Один. Сбрасываешь карту. Сбрасываю эту карту. И у тебя философия готова. Да. Философия у меня готова. И я передвигаюсь по треку действий. У меня будут действия три. Вот этот вот крест. Наталья теперь сможет выполнять три действия за ход. И ты говорил, что я, как только я эту технологию... Навык этот, навык проапгрейдила. А, навык проапгрейдила. Ты моментально получаешь бонус от него, да. Что я еще могу третье действие. И у тебя третье действие ты можешь сразу выполнить. Добор карты. Все. Добор карты. Смотри, у тебя три карты, да. Три карты только могу взять. Моментально срабатывает. Вот переходит ко мне. Наталья, я сбрасываю со всех своих карт, которые разработали по черному кубике. У меня добыча руды. Появляется. И добыча руды тоже мне дает, Наталья, перемещение в навыки действия. Теперь я тоже три действия могу выполнять. И сейчас я их выполню. Я забываю постоянно переворачивать вот эти вот жетоны. Вверх тормашками. Смотри внимательно. Значит, я беру добор и сброс. Сбрасываю философию. Что-то на мне не понравилось. У меня еще остаются два действия. Пойду-ка я, Наталья, в культуру. Открою технологию погребения. Тут нет предшествующих технологий. Я должен отдать два знания культуры. Ты смотри. Я, наверное, выкручусь. У меня культура есть. Переворачиваю. И козырь переворачиваю. Все. Погребение у меня готово. Получаю передвижение в армии на один. И в конце игры я получу победное очко. Еще и погребение какое-то. Так, два действия я уже сделал. И третьим действием я беру добор и сброс. Нет, я просто добор беру. Ты знаешь, я возьму назад философию. Возьму эту. Ну и, конечно, сверху эту. Календарь. Больше мне будет. Так, три действия выполнен. Не забывать в конце своего хода проверить руку. У меня предел шесть. Раз, два, три, четыре, пять карт есть на руке. И перевернуть все назад. Все. Они готовы к следующему рамду знания работать. Ход переходит к тебе. Сбрасывай кубик. Добор сброс. Чтобы еще одну карту взять. Может придется расплатиться за что-то. Обработка железа. Неплохо, но дорогая. Вторым действием. А ты сбросила, да? Добор сброс. А у меня одну карту беру, ноль сброс. Ага, все ясно. Я как бы взяла одну карту. Так, теперь что, что я хотела. У меня есть каменная кладка. Ты, главное, вторую не забрите каменную кладку. Нет. Обработка бронзы. Обработка бронзы. Для нее нужна каменная кладка. Каменная кладка у тебя есть. Значит, два жетона техники я не плачу. Но мне еще два жетона техники. По земледелию. По земледелию. Вот, крутись. Вот я взяла вот эту обработку железа. Она-то, правда, и хорошая карта. А это календарь северовой. Вот эту сброшу туда двоечку. Два рубля. Это у меня уходит в технологии, техники. Ты сразу одной картой оплатила. Да. Получай бонус, ты получаешь шестеренку. Шестереночку. Вот она. Мне она как раз хорошо. Ну, и последнее твое действие, да? И последнее действие я сыграю земледелие. Я вот получилась шестереночка, она у меня есть. Я ее отдаю и опять иду. Да, дешевая. Да, делаю свою технологию с техникой. Чтобы видно было. Мой бонус. Я могу в разработке подвинуться. И опять от меня убегаешь в населении. И опять в населении. Ну, все, три действия все сделала. Все, ко мне я так с каменной кладки снимаю кубик. Ну-ка, философию я могу. У меня еще философии нету. За битву философию. Смотри, музыкальные инструменты у меня есть. Платить не надо. А вот за алфавит я должен буду заплатить. Алфавита у меня нет. Два знания науки. Наука, у тебя есть жетончик? Ты знаешь, у меня есть такие... А у тебя Джокер есть. У меня то есть Джокер, но мне надо сбросить карты, которые мне нафиг не нужны. У меня и письменность, и календарь есть. Я лучше имя оплачу. Ну да. Все, получаю бонус, передвигаюсь здесь. О, может мне удастся до четырех действий добежать. Так, второе действие, которое я могу выполнить, это я делаю религиозные институты. Открываю эту технологию. Требуется погребение. Погребение у меня есть. Значит, это бесплатно. Бонус я получаю. Вот еще один такой жетон знаний. Последнее действие. Третье действие. Я выбираю перетасовка и добор. Потому что мне совершенно не идут эти карты. Вот. Этот навык отвечает за перетасовку. Я могу только один раз перетасовать и сверху взять, что попадется, одну карту. Вот сейчас сильно уже так заслужу. Это сколько мы играем, только первый раз я выбираю. Па-пам. Ну, более-менее. Да. Значит, есть смысл выбирать такое. Понимаешь, потому что, представляешь, вверху лежит там календарь. И лежит письменность. У меня это все есть. Конечно. Мне только единственный выбор был. Перетасовать и взять одну карту. Но на этом мой ход закончился. Переходит ко мне. Да. Я сбрасываю свою черненькую. И знаешь что? А я сразу технологию открою, техники. Ну, это у тебя три действия, Наталья. Первое действие – это открываешь технологию. Первое действие, да. Я открываю технологию. Она мне бесплатная. Потому что у меня она стоит, видишь, 5 жетонов техники. Но у меня есть обработка бронзы. Все правильно. И она мне достается бесплатно. И я открываю вторую эпоху. Вот, Наталья. Мало того, что ты получишь продвижение. В армии. В армии догонишь меня. Вот, римская двоечка вышла. Обработка железа открывает нам возможность брать карты уже со второй эпохи. Специальный жетончик. Я этот сбрасываю. Он отслеживает, что у нас уже открыта вторая эпоха. А то мы что-то закопались. Потом одну карту мы откроем с третьей эпохи, перейдем в третью эпоху. Не забыть, когда мы будем, Наталья, переходить в третью эпоху, сбросить все карты с руки, которые в разработке с первой эпохи. Но это когда только в третью перейдем. Все карты, которые уже открыты с первой эпохи, конечно, они останутся до конца игры. Ну что, вторым действием... Спасибо, что ты открыла. Да. Вторым действием. В добор сброс иду. Беру одну карту, ноль сбрасываем. Все, имеешь право. Вот здесь будет сброс второй эпохи. И иду в этот самый добор. Только три карты. Можешь брать просто второй эпохи. Моментально. Три. Попробуем. А шли мы во вторую эпоху. Ну, уже интереснее. Начинается. Да. Все, вход ко мне переходит. Наталья, смотри, я сбрасывал последний кубик. У меня появляется каменная кладка. Это в технических технологиях. Каменная кладочка. Гончарная... А, она же у меня пришла с исследования. Значит, платить за нее не надо. Так, я получаю бонус. Прокачиваю исследования. Теперь я только по три кубика буду класть. И по населению догоняю Наталью. Это я еще свои действия не тратил. Да. Это только с исследования. Я так вот понял, что колесо очень часто где-то используется. Вторым... Так, первым своим действием. Это мое первое еще действие. Изобретаю колесо. Я должен отдать три технических знания. Смотри, как я отдам. Раз, два и три. Карту сыграю в сброс. Все, рассчитался. Получаю бонусы. Прокачиваю разработку. Раз. И это у нас в армии. Вперед. От тебя убегаем. Вторым своим действием. Добор и сброс. Две карты. Беру. Сбрасываю одну. Ничего себе. И этим действием. Забираю дри карты. Все, мой ход закончен. Переворачиваю назад жетончики. Ну, вроде три, да, я действия выполнила. Не четыре же. Наталья, кубик убирал. Убирай. Кубик убираю. Что у тебя появляется? У меня появляется поэзия в культуре. Отлично. Да, технология культуры. Она мне бесплатна, как бы. Появляется. Да, ты же с исследования. Ты только получай бонусы. А у меня только тут вот. Прокачивай перетасовку. Да, только перекачивай. Да. Перетасовка. И в конце игры ты получишь два победных очка, что неплохо. Да, да. Два победных здесь это неплохо. И теперь у тебя три полноценных действия. Угу. И вот что, смотри, как интересно. У меня такая карта крутая, химия. Угу. Ну, для нее нужна медицина. Она стоит семь жетонов науки. Но у меня есть медицина. Так подожди. И она как бы мне бесплатна. Ну, так а что ты думаешь? Так я же говорю. Ну, да. Вот. И я ее открывала. Если ты бесплатна, химия открываешь, получаешь жетон науки. Угу. Науки давай не жетачь. Такой же жетон знания. И передвигаешься в армии. Слушай, опять ты меня догнала в армии. Ахаха. Вот, бегаем с тобой наперегончик. Второе действие. Второе действие. Второе действие у меня тоже такое вот интересное, да. У меня есть музыкальные инструменты. Если я пойду, открою технологию искусства, музыкальные мне бесплатно. А вторая строчка? У меня четыре, да. Четыре, значит... Нет, вторая строчка как называется? Монотеизм. Монотеизм? Да. Монотеизма у тебя немало. Монотеизма у меня нету. И отдать... За монотеизм придется оплачить, Наталья. Четыре все карты отдать. Все равно так или иначе. Три или четыре. И вот думаю. Ну, отдам. А что? Ну, раз тебе нужно искусство эпохи Возрождения... Отдам, да. А почему нет? Если тебе... Все, ты сбросила все карты, да? Отдала картами. Да. В конце игры ты получишь одно победное очко. Одно победное очко и мне один жетончик культуры. Третье действие, последнее. Жетончик культуры, пожалуйста. А, бери. Добор карты. Слушай, ты уже добирай. Да. Три карты всего лишь. Два. Что-то у нас никто добор не прокачал как-то в этот раз, да? У меня в разработке ничего нету. Первым действием я отправляю доминую печь в исследование. Через три раунда я доминую печь получу. Я только теперь три кубика, Наталья, бросаю три кубика, потому что у меня прокачано исследование. Это мое первое действие. Второе. Я делаю обработка бронзы. Пускай будет, а может пригодится. Ты смотри, у меня каменная кладка есть и земледелие тоже есть. Мне это бесплатная карта. Хорошо тебе. Я получаю жетон с шестеренкой. А у меня, я вот смотрю, ничего нету. И третьим действием я делаю добор. Литье щегуна добычи руды. Слушай, добор возьму отсюда и два отсюда. Вот так по-хитрому сделаю. Все, ход мы закончим, Наталья. Вот приходит тебе. Три действия. Нету, но я вот иду в разработку, и я могу положить только три черных кубика. В разработку я могу две карты положить, но не знаю, может и положу. Ну смотри, это первое действие, у тебя еще два действия, бомби. Да. Положу. Как называется технология? Доменная печь. Газета и доменная печь. Доменная печь. Они дорогие такие. Пусть потихоньку, да? Ну пускай делаются. Я, кстати, доменную печь положу. Вот это два моих действия, а третий добор карт. Ничего не видела, чтобы понимать. Может тебе выгодно, вот, астрономия. Может у тебя есть что-нибудь там? Нету ничего такого. Ну вот хорошее ее сыграть, хорошо. Добор карт получается неплохой. Так, мой ход. Я сбрасываю жетон с доменной печи, кубик. У меня три действия. Как захватывает игра. А мне нужно... Классно, да, классно. А мне, я знаешь, что выберу? Наверное, добор и сброс. Потому что мне вот астрономия нужна, в отличие от тебя. Ну да, вам... А почему нет? Может действительно это на тебя нужно. Так, две я должен взять карты. И вот одну сброшу. Так, вторым действием я сейчас попытаюсь построить астрономию. Астрономия это у нас научная технология. И требует она религиозные институты. Религиозные институты у меня есть. А вот севооборот у меня нет. Я должен заплатить четыре жетона научным. Отдаю одного Джокера, переворачиваю. Как бы у меня одно знание уже есть. И вот сбрасываю четыре. Должен как бы... Нет, тогда это не трачу, а лучше с руки сбрасываю. И все. Четыре знания сразу. Я сразу севооборот свой оплачиваю. Получаю плюшку. Я передвигаюсь в доборе карт. Теперь я смогу четыре карты добирать. И плюс в армии от тебя ускальзываю, Наталья. Сейчас догоним. Так. Я сначала... У меня был добор и сброс. Потом я построил. И третье действие... Третье... Что у меня тут? Картография меня заинтересовала. Картографию я строю бесплатно, потому что у меня астрономия есть. И передвигаюсь здесь, Наталья. Теперь я четыре действия могу делать. И автоматом... Что ты там закопался так долго? Автоматом четвертым действием я добираю четыре карты. Все. А теперь мой ход точно закончен. Я прокачал себе действие. Четыре действия могу заход делать. Молодец какой. Слушай, ну давай, давай, давай. Кубики не забывай. А то ты никогда не исследуешь ничего. Здрасте. А теперь вот три действия. Я уже надумилась. Ну вот, ты знаешь, канализацию открою. Технологию. Да. Да, в науке. А что? Это научная канализация. У меня есть медицина. Она мне бесплатная. Так даже и думать нечего. Раз что-то бесплатное ты строишь... И ты неплохо. И я получаю в население. Ну все, в население я тебя уже не догоню. И одну победочку. Неплохо. Еще у тебя два действия. Первое действие, да. Второе действие. Возьму я-ка еще одну карту. Схожу. Добор-сброс. Ну как бы одну беру, ноль сброса. И третье действие? Бумага, колесо, философия. Колесо у меня есть, да. А философия это культурная. Наталья, философия у тебя есть? Ой, и философия есть. Я уже хотела эти... И колесо у тебя есть. Кстати, бумага... И вторым я иду тогда в эту самую... В технологию идти по технике. А вот ты знаешь, если ты изобретешь бумагу, потом ты сможешь в печатный станок делать библиотеку. Не то, не то. На халяву. Так, получаю... Ну, еще три действия. На четыре я еще не перешла. И в престиже догнала тебя. В шапке догнала меня. Ну, ход переходит ко мне. Все, это твое третье действие. Третье было, да? Ну да. Ты же что-то построила бесплатно, потом у тебя был добор. А, все, да. И потом третье действие. Ах, захотелось еще мне. А я тебе не отпущу, потому что я ту бумагу тоже наметил уже давным-давно. Ну, как буду терять? Колесо у меня есть. Колесо и философия тоже есть. Почему бы мне бумагу не забрести? Здесь я почти прокачан в действиях. Из шапки убегаю от тебя. Престижи. Подожди. Я так быстро начал, я кубик не снес. С доминой печи. Так, азар-то начал. Ты мне помог? Наталья, у меня еще три действия. Действуй, действуй, злодействуй. А давай попробую печатный станок забомбить. Бумага у меня есть. Я должен только заплатить за обработку железа. Шестеренок у меня море. Раз, два и джокер три. Три нужно отдать. Все. И я прокачиваю вот это вот умение. Это мое второе действие, да? А может даже мельницу построю. Колесо у меня есть. Зарошение шесть отдать. Запросто. Вот все шесть и отдаю. Потом их назад возьму. Бонусы хоть получи. Только я вот так вот положу как-нибудь. Бонусы получи. Да. Я прокачиваю технологию разработки. Три карты могу в разработке иметь. И убегаю у тебя в армию. И последним действием... Да, у меня четыре действия. Я построил раз, два, три и добор. Ты же положил в себе бумагу. В библиотеку. В библиотеку. Добор. Сколько мне, четыре карты. Ход, Наталья, к тебе и переходит. Вот видишь, как долго ты ждала, пока к тебе вернется ход, да, Наталья? Потому что у тебя четыре действия. Потому что у меня четыре действия. А ты представь, если бы мы играли пятером. Надо мне тоже есть. Можешь себе представить. И там кто-нибудь мог бы уже сходить в магазин. Я выбрасываю. Да, черные кубики. Черненькие кубики. Если я в перетасовку схожу, я уже смогу две карты взять, да? Перетасовать. Одну колоду вот эту. Нет, ты два раза сможешь перетасовать. Ну, достаточно перетасовать один раз и взять две карты сверху. Потому что у тебя это умение прокачивание. В правилах написано. Не обязательно же два раза тасовать, понимаешь? И два раза брать. Ты можешь один раз перетасовать, но сразу две карты возьмешь. Да, запросто. Так. Я забываю переворачивать. Это мое первое действие, да? Второе, я могу изобрести порох. У меня химия есть. Ну, это твой любимый момент. И ты хочешь меня догнать. Я вижу уже в чем. Я хочу. У меня так получается. Ты меня догоняешь раз-два в армии. Потому что химия на халяву тебе дает. Порох на халяву. Добор у меня четыре карты. Отлично. Ну и третье, последнее действие. Хватит у меня денег на нее. Попробуем, а? Пять. Это у меня будет три. Театра у тебя нет? Искусства эпохи Возрождения нет. А, есть. Тебе только за театр четыре заплатили, да? Что у меня есть? Где ты видишь, что у меня есть? Ну вот же, искусство. А, искусство эпохи Возрождения у меня есть. Так мне только за театр. Тебе только за театр. Две сброси с руки, два знания. Это да, два знания. Искусства эпохи Возрождения. Вот эти. Да. Она у меня вторая. Сброс. Сброс. И все, да? Ну, построю. Я могу ее построить уже, оперу. И получай бонусы. Передвигайся в навыки. Теперь ты четыре действия сможешь сделать, Наталья. И плюс, и плюс догоняешь меня в престиже на треке Могущества. И у тебя появляется четвертое действие. Бомби его. Ты прокачала. А, четвертое действие. Эпоху третью мы не открыли, да? Ну, что ж, добор карт. Добор у меня уже четыре. А толку, что у меня четыре? Ну, я теперь могу посмотреть, что я могу оставить себе, да? Угу. Ну, ты должна оставить не больше. Сколько у тебя предел руки? Пять. Пять, да. У меня предел больше. У меня предел шесть. Вот он прокачан. Два компаса у меня. Отдаю один компас. Все, предел соблюдем. Переворачивай все жетоны вверх. Угу. Цветной стороной. Ход переходит ко мне. Наталья, смотри, наконец-то у меня доминая печь готова. И что это будет? Мало того, что мы переходим в третью эпоху. А-а-а. Это же хорошо. Так, доминая печь. Я еще передвигаюсь в армии на один. Потом в конце игры получу одно победное очко. И мы переходим в третью эпоху. Во-первых, мы можем брать уже карты технологий с третьей эпохи. Но должны с руки, и если у нас есть карты в разработке, сбросить первые эпохи. Таких у нас карт нет. Первая эпоха технологий уходит из игры. Ну, конечно, все разработанные технологии остаются. Только те, которые на исследовании в разработке или на руке. Теперь я в библиотеку пойду сделать. Потому что у меня есть бумага, библиотека мне будет совершенно бесплатно. И я прокачиваю себя перетасовку. Зачем мне это надо, не знаю. Но, наверное, я хотел что-то на будущее. Да, я хотел университет построить после библиотеки. Наталья, это второе действие, которое я делаю. Всего у меня четыре. Я строю университет. Он требует библиотеки есть. А вот искусства эпохи возрождения у меня нет. Значит, я должен отдать четыре культуры. Раз, два. И три, четыре. Отдаю картой. Так, я прокачиваю себе добор-сброс. И убегаю немножко у тебя в престиже. У меня еще два действия осталось. Как мне их потратить? Набирай карты. Сидишь без... А, у тебя есть? Я думала, нету ни одной карты. Не хочешь сходить? У меня неплохо прокачано. Почему? Вот, три-один. Три карты беру. И одну карту сбрасываю. Да, и последним действием я добор четыре карты. И на руке у меня может остаться только раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь карт. У меня семь. Шесть только может остаться. Выбрасывай вторую эпоху. Нет. Хотя и можно пользоваться этой. Да, сброшу. Все. Один, Наталья. Сбрасывай сначала кубики. Да. У тебя сразу две технологии появляются. Да, одна в культуре. Технология газета. Она мне дает продвинуться. Так, престижи и население. И вторая какая технология? А вторая технология у меня по технике. Доменная печь. Доменная печь. Здесь только открывается третья эпоха, одно победное очко и армия. И плюс ты меня догоняешь здесь. Ну, теперь у тебя четыре действия. Точно четыре действия. Что мне ими делать? Вот, Наталья, думай. А ты знаешь, что вот перетасуй, чтобы две карты взять. Почему нет? Да? Надо же чем-то хоть расплачиваться. Вдруг еще получится. Давай картографию попробуем. Картография требует астрономии. Астрономии у меня нет. Значит, тебе придется платить неслабо. Да, мне придется неслабо платить. Раз, два. И шесть. И шесть заплатить. С руки придется. Знаний. Шесть. Это все во вторую эпоху. Да, не перепутать. Так, ты получаешь передвижение по шкале действий. Навык у тебя уменьшил. Еще два действия у тебя остается. Еще два действия. Вот теперь мы сделаем компас. Да? Теперь я сделаю компас бесплатно, Сергей. Потому что у меня картография есть. Есть картография. Я делаю компас бесплатно. Но он мне ничего не дает. Только два победных очка. И третий у меня остается. Последний ход. Газета и компас. Четвертый. Газета и компас. И для чего я их делаю? Только из-за победных очков. Ну, это тоже неплохо. Наталья, ты считаешь, что победы мы ради этого и играем. Ну, давай. Газета и компас у меня есть. Газета и компас. Иду в культуру. Технологию культуры. У тебя и газета и компас есть, да? Да. Бесплатно как бы ее выставляешь. И поднимаешь себе технологию перетасовки. Перетасовки. Все. На этом твой ход закончен. Ход переходит ко мне. Если у тебя уже появилось. Ну, я вот попробую. Да, есть телеграф. Здесь вот четверочка. Изображена римская. Если телеграф я изобрету, мы тут же заканчиваем игру. Потому что мы играем в ускоренную игру, сокращенную. Так, в полноценной игре надо две карточки с четверкой изобрести. Римская. Но мы достаточно только одной. Ну, смотри, я должен... У меня нету ротационной печи. У меня нету ротационной печи. Точно. Я должен заплатить 15 знаний. А это не так просто. Может не получится. И все они шестеренки. Вот у меня получается раз, два, три. Это три я уже плачу. 15 минус 3, 12. 12. Теперь я могу картами заплатить. 12, 9. 3 на 4, 12. Плачу. О, ты заплатил. Ты смотри. Плачу. Изобретаю. Я передвигаюсь здесь в армии. И все. И игра тут же заканчивается. Мы ничего не доигрываем, Наталья. Все. Игра тут же заканчивается. Осталось только почитать победные очки. Хорошо. Может, возьму ручку. Давай так, побыстренько. Потому что, так вот, Наталья и Сергей. Смотрим сначала на планшет. У нас тут три трека. На первом треке мы занимаем одинаковую позицию. Значит, у нас первое место, которое приносит 10 победных очков. И второе 6 плюсуется. 16. И потом делим на 2. По 8 очков. 8, 8. Второй трек. Ты от меня убежала. Ты получаешь 11 победных очков. А я только 7. Так, здесь я убежал. Я получаю 12 победных очков. А ты 7. Теперь считаем все победные очки, которые, где мы встретим на наших технологиях открытых. Так, у меня 8. У тебя 11. 18 у тебя. 8. Ты 8 написал? Надо даем плюс 8. А, это плюсик. А мне показалось. Теперь победные очки еще можно получить, смотря где ты в навыках дошел. Да? Угу. Вот, такие вот арфочки изображены. Если ты эту арфочку прошел, ты получишь победное очко. Смотрим. Я прошел раз, два, три. Только три арфы. А здесь в действии нет арфы, значит, она не действует? Вот в первом треке действия тут вообще нет победных очков. Оно и так читерное. Оно и так до действий. Еще туда и победные очки. Никак. А здесь я вот перешла раз, два, три только. Ну, у меня три тоже. У меня тоже плюс три, да? Угу. Ну, здесь ты не перешла. Ой, извини, да. У тебя только два. Только дошла два, два. А я уже подумала, что я... Теперь шла только две арфочки. Это надо пить. А теперь все плюсуем. Наталья, один. Тридцать восемь. Ничего себе. Ну, как-то так. Тридцать девять, тридцать восемь. Ты смотри, как... Пассиан свою спокойную игру запросто могут играть. Играй спокойнее. А сократить даунтайм между действиями не играйте больше, чем три человека в эту игру. Все будет нормально. А лучше вообще вдвоем, правильно? Каждый раз вот будет новая игра, правда? Карты меняются, меняются. Да. Мне понравилось. Ну, мы стараемся то, что не нравится и не играть. На своей кухне. На своей кухне. Такая вот мини-телевизация. Цивилизация у нас получилась. Большое спасибо, Наталья, за игру. Большое спасибо за внимание. Спасибо всем. Всем до встречи. До свидания.